Павлодарские экологи расследуют факт незаконного складирования и хранения битум-содержащих отходов. Их вывозили на окраину с тела Павлодарской, причем на протяжении нескольких лет. Тревогу забили местные жители, когда на Сунцепёке образовались битумные пятна, в которых даже начали тонуть и гибнуть животные. Гневные посты жителей в соцсетях поддержал даже музыкант Скриптонит, уроженец области, имеющий более чем двухмиллионную аудиторию. Такая огласка незамеченной остаться не могла. Эта свалка из дорожных отходов давно волновала жителей села Павлодарская. Людей беспокоило столь близкое соседство с горами старого асфальта. А недавно там вообще образовалась опасная зона. На жаре асфальт растаял и весь битум стекся в глубокие ямы, образовав множество смертельных ловушек. Тут были горы битума и жидкого, и лужи, и животные, которые тонули собак, вытаскивали отсюда. И бараны здесь были. Вот он битум. Он на жаре стекает, он даже липкий. Плавится. И все это бежит. А у нас тут дети, у нас тут дома, вот они. 500 метров и дома у нас. Как выяснилось, на окраину села дорожные отходы вывозили довольно долго. За это время их здесь копились сотни тонн. Наверное, так и продолжалось бы дальше, если бы не этот ужасный случай. С битумной ямы люди вытащили собаку. Но она все равно потом умерла. Она плачет. Конечно. Мы обратились к Акиму села. Он сообщил, что данный строительный мусор завозит к нам фирма Паводар Жалдары. Мусор завозится на протяжении около пяти лет. Как он сказал, периодически вывозят, периодически завозят. Но вот эти кучи точно лежат здесь около пяти лет. Вот с этой стороны это видно, что свежие завезенные. Эти кадры в социальных сетях привлекли внимание экологов. Накануне они посетили опасное место, откуда уже спешно вывозят накопленный годами старый асфальт. Мы назначили проверку в отношении предприятия внеплановую. По результатам данных проверок будут приняты соответствующие меры. Документы на складирование сырья в данном месте не имеются у предопользователя. По факту данного, место расположения, необходимо иметь соответствующее право на целевое использование земельного участка. В адрес автодорожного предприятия вынесено предписание. Фирма обязана полностью вывести битумосодержащие отходы и очистить прилегающую территорию. Расследование инцидента контролирует природоохранная прокуратура. А компетентным органам стоит выяснить, кто позволил подобное самовольство природоохранной зоне. Ербулабишев, Марат Игриков, из Паладара, Хабар, 24.